Не тратьте денег на наш дом, говорят жители трехэтажки на 4-й Меланжево в областном центре. Подрядчиков от регионального оператора капремонта сюда не пускают с лета, не дают начать работы. Говорят, ремонтировать не надо, в пору сносить. По мнению администрации, которая дом в план восстановительных работ поставила, в 2016-м необходимо было ремонтировать крышу. Но в целесообразности этого не уверен даже подрядчик. Мы были один раз на кровле, посмотрели, то есть видно, что кровля была сделана недавно, то есть ей 8 лет, как утверждают. То есть, собственно говоря, крыша – это не самый печальный момент в данном доме. Дом деревянный, восьмиквартирный, барачного типа. Постройки начала 50-х годов прошлого века. Держится только на честном слове. В квартире Михаила Устинова осели полы, крошкой сыпется потолок. Даже косметически ремонтировать мужчина не берется. Из всех дизайнерских решений только скотч под ковром. Вот, пожалуйста, стена на скотче. Там ничего нету, все пусто. Так же, как то, вот так вот. Чтоб держалось? Ну, сыпется все. В доме даже ходят все на полусогнутых, боятся. То ли стенами задавят, то ли потолком. Как здесь житель? Пол унтаз провалился, все в туалете, он сейчас посмотрит. Вот, все проваливается. Бетоном залил, чтоб ходить можно было. Это опасно здесь находиться? Как вы считаете? Ну, когда прищемит кого-нибудь, тогда будет опасно. У нас же так, пока что-нибудь не случится, делать никто ничего не будет. Указанный рекоператором ветремонта не догма. Собственники в силах его изменить. Если считают, что дому необходимы другие работы. Для смены видов работ жильцам необходимо провести общее собрание и оформить протокол общего собрания. И предоставить этот протокол в администрацию города Иваново, а также в департамент ЖКХ города Иваново. Копию протокола можно отправить региональному оператору. Данные действия должны быть проведены за полгода до проведения капитального ремонта. Но на жителей 4-й Меланжевы это правило не распространяется. 55% жилых площадей муниципальные. Значит, за них голосует администрация. А она решила, когда вносила здание в реестр. Дом не ветхий и не аварийный. Настойчивые собственники с этим мириться не захотели. И за личные деньги наняли независимую экспертизу. Мы, которые нанимали комиссию независимую, у нас есть документы, все, копии есть. В администрации есть документы, 70% износа дома, 95% электропроводки, 60%. Честно, не буду врать, как сказали в администрации крыши. Но кровли не знаю, там износ как, чего. Сомневаться в словах жителей не приходится. Пока мы снимали сюжет, в доме задымилась проводка. Пробки выключили, а спасателей вызывать не стали. Боятся, что специалисты госпожнадзора, увидев состояние проводов, запретят эксплуатацию. И останутся семьи с детьми без света. Фундамент у нас крушится. Вот сейчас еще зимой он так сковался немножечко под морозом. А вот если вы придете весной, до него дотронуться нельзя. Он прямо так вот сыпется в ладошку весь, весь фундамент. Стены осыпаются. Дома такой холод у нас стоит, сырость. Летом у нас включают, вот первые этажи все включают обгревание. Потому что сырь невозможно даже в доме находиться. Все дети болеют. Конечно, дом-то холодно. У меня дети болеют, постоянно внучки-то. Ветер, пол вступить невозможно, пол ледяной у нас. В общем, сами видели, подъезды ходили, это вообще невозможно. Крысы бегают постоянно, мыши бегают. В администрации города отмечают, независимая экспертиза, которую предоставили жители, основана на визуальном осмотре, что не дает полной картины физического износа дома и дефектов несущих конструкций. Необходимо детальное инструментальное обследование, которое чиновники берут на себя. Поручение по подготовке технического заключения дано управлению жилищно-коммунального хозяйства. То есть, соответственно, данное техническое заключение будет подготовлено за счет бюджета города Иваново. Данный дом, аварийным подлежащим сносу или реконструкции, не признан. Соответственно, основания для отмены капитального ремонта и исключения данного дома из программы по капитальному ремонту, основания отсутствуют. Сотрудники администрации и регионального оператора – люди с оптимистичным настроем. Рассчитывают, что дом прослужит еще не один десяток лет. На сайте КАПРЕМ-37 указано, что ремонт инженерных сетей запланирован на 2030 год, а вот подвальные помещения восстановят в 2040-м. Правда, подвала в этом доме нет. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.